Я так давно не снимала и сегодня даже не знаю с чего начать. Так все непривычно. Всем привет! И с вами снова Лена Фрост. Боже мой, как же я давно не снимала и я по всем вам безумно соскучилась. И мне так все это непривычно делать, как будто первый раз. Я пока настраивала камеры, пока подбирала свет, куда бы сесть. Но у меня сегодня шикарное настроение, потому что сегодня, наконец-таки, перед Новым годом, выпал снежок. Хоть маленький, но он выпал. Я знаю, что это ненадолго, но тем не менее, он придает новогоднее какое-то настроение. И я решила записать для вас в уходящем 2015 году видео. В этом видео я бы хотела подвести итоги уходящего 2015 года. Оно будет скорее более разговорным, поэтому усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Как и в прошлом, также в этом году со мной происходили просто глобальные изменения и перемены. И это касается абсолютно всего. Поменялся мой характер, изменился мой круг общения, также отношения ко всему. Что касается моего круга общения, то за этот год я восстановила все прежние связи с друзьями, которые были, к сожалению, утеряны. И я действительно рада, что те люди, которые действительно назывались друзьями и которые были со мной, несмотря ни на что, остались. И теперь мы вместе. Также за этот год я успела потерять друзей, которые вроде бы были рядом со мной, но их так и не было. Но я не грущу, потому что те люди, которые должны быть в вашей жизни, они обязательно будут, несмотря ни на что. И в этом-то я уже убедилась. Также этот год мне принес одного очень позитивного и родного мне человека, которого я очень люблю и благодарна ей за все. И действительно я очень рада, что в этом году при довольно очень странных обстоятельствах мы с тобой начали общаться, и ты мне стала очень-очень близка. Так что спасибо тебе огромное, я тебе очень благодарна. Спасибо тебе вообще, что ты появилась в моей жизни, ты для меня очень важна, я тебя очень люблю. И надеюсь, Новый год у нас удастся. Ты вообще очень-очень хороший человек, я благодарна. Просто очень-очень благодарна тебе, что ты для меня делала, делаешь, и я надеюсь, будешь делать, потому что я тебя всегда поддержу, знаю это. Ты очень-очень помогла мне, за что тебе огромное спасибо. Я тебе, наверное, спасибо могу говорить постоянно, потому что действительно это тот человек, который мне очень-очень-очень помог, и я нашла в ней родственную душу. Также за этот год я научилась не зацикливаться на проблемах. Они всегда есть и будут, но просто не нужно обращать внимания, ведь все решаемо. И поэтому нужно просто принять решение, которое мы порой не хотим, либо же просто боимся этого решения. Так что смело решайте свои проблемы, пусть даже принятие их будет не совсем приятное для вас и печальное, но все пройдет, и обязательно в конце все будет хорошо. Совершенствуйтесь. Работайте над собой и стремитесь к лучшему. За этот год я тоже полностью поменялась. Я стала больше внимания уделять самой себе, и я полюбила себя настолько, наверное, пусть это будет эгоистично, но тем не менее я очень люблю себя, и это правильно. Потому что если ты не любишь себя, тебя никто не полюбит. Любите себя такими, какими вы есть, либо же просто совершенствуйтесь и стремитесь к идеалу для себя. Не смотрите на окружающих, есть только вы, ваша внешность и ваша цель, и просто стремитесь к ней. Поэтому за этот год я много чего добилась и много в чем себя попробовала. Но только вот эта вот черта, которая хочет постоянно попробовать себя в чем-то новом, она не дает мне сконцентрироваться на чем-то одном и добиться чего-то в одном. Я люблю попробовать везде и все, нежели сконцентрироваться на чем-то и довести это дело до конца. Стремитесь только к лучшему, завышайте планку и идите к ней, и у вас все обязательно-обязательно получится. Нужно верить и работать над собой. Этот год был для меня каким-то очень веселым и социальным. Я всегда находилась в каких-то компаниях, с какими-то людьми, у меня было очень много новых знакомств, что дало мне очень много положительных эмоций, заряд энергии, в общем, всего-всего самого наилучшего. В этом году я так повеселилась, так отдохнула я. За этот год мне очень много улыбалась, я постоянно где-то над чем-то работала, постоянно что-то делала. И последний месяц, когда началась учеба с сентября, у меня было постоянное движение, я не сидела на месте, и мне этот ритм действительно нравится. У меня не было ни минуты свободного времени, я просто кайфовала от этого. Когда я приходила домой в 12 ночи, я была очень уставшая морально от того, что я целый день была на ногах, но физически и эмоционально у меня было столько энергии, что я не знала, куда я просто потратить. Я села, жила, спать в 4 ночи, и у меня просто энергия перелала, потому что, ну, вот, это еще раз доказывает, что я все-таки работящий человек. Это еще раз доказывает, что я все-таки работящий человек, я не могу сидеть на месте, мне нужно постоянно что-то делать, во что-то вливаться, постоянно с кем-то общаться. Для меня это просто заряд. Также я хотела бы сказать про влоги, которые должны были выходить за октябрь и ноябрь, но их не было. У меня случилась огромная беда, я наснимала кучу материалов, у меня было куча всего, но полетела моя флешка от моего фотоаппарата, и восстановить у нас здесь, в Могилеве, ее нельзя. Я не знаю, что мне делать, может быть, у вас есть какие-нибудь знакомые, либо вы знаете, как это все восстановить, информацию с этой флешки, потому что там куча всего, чего я так хотела вам показать, там столько всего этого веселого, что-то пропало. Я очень переживала на самом деле, и переснимать у меня не было желания, потому что, когда я снимаю первый раз в видео, я отдаю все себя. А снимать то же самое второй раз, это как-то уже не то, и у меня не было вдохновения, и, в общем-то, я подумала, значит, я буду снимать новый влог декабрьский, который уже в процессе, который обязательно будет, он будет в январе, потому что туда я еще хочу записать наше новогоднее празднование с друзьями. Поэтому обязательно в январе ждите влога. Я еще раз повторю, если у вас есть знакомые, которые знают, как восстановить информацию с флешки от фотоаппарата, пожалуйста, напишите мне, я вам буду очень благодарна, потому что для меня та информация, которая там есть, она очень-очень важна. Ну и в конце видео всех-всех-всех я хочу поздравить с наступающим 2016 годом. Пусть этот год принесет вам больше удачи, больше смеха, улыбок, позитива, конечно же, здоровья и меньше печали. Отметьте этот 2016 год в кругу самых-самых близких. Так что всех с наступающим Новым годом! Всего вам самого наилучшего! Всего вам самого доброго! Всех люблю! Пока-пока! И будьте добрее! Сделайте в эту новогоднюю ночь то, чего вы болитесь в повседневной жизни. Произойдет чудо! Я уверена, верьте в чудо!